Всех приветствую, продолжаем знакомиться с древнеегипетскими персонажами Фалой. Хапи, единственно текущий, бог ежегодных разливов Нила и покровитель урожая в египетской Мифалой. Его имя означает единственно текущий, что подразумевает течение Нила. Хапи был также известен как повелитель рыб и птиц болотной, повелитель реки, несущей растения. Происхождение именно Хапи неизвестно, возможно ранее так называли саму реку Нил. С тех пор и повелось говорить, что Нил берет начало между Мухапи и Херхапи, где два притока попадают в общий рус. Сначала одному из притоков дает озеро Виктория. Хапи изображали как полноватого мужчину с синей кожей и большим животом подпоясанным набедренной повязкой. Этот живот в представлении египтян символизировали плодородие Нила, а цвет кожи на одних синие, на других зеленая фреска. Речную воду, которая бывает голубой или позеленевшей в зависимости от сезона года. Разнообразие других отличительных черт Хапи менялось в зависимости от региона Египта и наличия изображения этого боума. Например, в Нижнем Египте его украшали изображениями папирусов и лягушек, которые обитали в данном регионе и являлись символами этой земли. В то же время в Верхнем Египте он был украшен цветами лотоса и крокодилами, которые в большом количестве присутствовали в этой области и являлись символами, связанными с богом Хапи. Хапи часто изображали совершающим подношение пищи или амфор, слющимися из них струями воды. В редких случаях его изображали как гиппотама. В период XIX династии Хапи часто изображался в виде парной фигуры, каждый из которых держит и натягивает длинные стебель растения, символически связывающие верхние и нижние им. Хапи олицетворял ежегодный разлив Нила, богатого плодородным илом, позволявшим египтянам выращивать зерновые культуры по берегам этой реки. Согласно обычаю, египтяне во время ежегодных разливов говорит Хапи пребывает. Хапи символизировал плодородные земли и противопоставлялся безжизненной пустыне. Считалось, что Хапи жил в пещере в одном из источников Нила, неподалеку от Асуана. Из-за его плодородной природы Хапи иногда считали отцом богов, так как он считался заботливым отцом, который поддерживал космос в равновесии. Хапи имел символическую связь с богом земли Гебом и с поверителем Непер, богом зерна, когда богов египетского пантеона изображали парами муж-жена. У бога Хапи время от времени появлялась жена по имени Мерет или Любима. В основном культ Хапи практиковался на острове Элефантин. Жрецы бога Хапи проводили специальные ритуалы, чтобы обеспечить Египет стабильными ежегодными разливами реки. Эти жрецы пользовались специальным измерительным прибором Ниломером, которым определяли уровень воды в реке и прогнозировали урожайность. Вот такое описание из Википедии о покровителе урожая в египетской мифологии, боге ежегодных разливов Нила Хапи. Пока-пока, до свидания.